Всех права за Ним, сознание Гришны. Оно безграничное, и все-таки есть возможность познания его чистой формы и примесей, то, что Ачарьи дали нам, классификация. Первый уровень, первый круг, это те, кто напрямую соприкасаются с вами. Затем Шастра Гуру. Подлинный Шастра, данный кем? И с помощью этого эти Гуру приходят, чтобы помочь нам. Те, кто дали нам это понимание того, что такое сознание Гришны. Не прямо, но через нашу Гуру. Они объясняют эти вещи нам, дают их нам. Затем, он изначально пришел, чтобы раздать себя. И это нечто было дано Рупы Госвами в Шастрах. Изначально дающие. И те, кто раздавали это. И что они дают? Эти разные уровни были представлены нам. То, что наш Гуру Махараш говорил. Все не может быть понято и принято в начале. Но впоследствии мы поймем все. В Мадрасе я слушал обращение на Вьясапуджу профессора Саньяла, который сказал, я не хочу Кришну, но поскольку вы говорите, что это так, то я поклоняюсь Ему. Я успеваю Его имя. Я не мог понять, как так. Мы пришли ради Кришны. Кто может дать Кришну? В поиски этого мы пришли к Гуру. Таким было мое понимание. Я пришел в поиски Кришны и Мага Прабхум. И затем, кто может дать мне подлинную концепцию Кришны и Гуранги? Я пришел к Нему Гуру. Он сказал, потому что вы говорили, что я был в поиски Кришны с Кришной, так что я хочу быть в поиски Кришны с Кришной. Я не понял. Поскольку Гуру говорит мне это, то я следую. Я не мог понять это. Но затем случился такой эпизод, что один диван Раджа со своей семьей совершал обхождение Рада Кунды, как это делают иногда, когда человек ложится, кланяется, опять ложится и так далее. Прамананда Прабу, любимый ученик Прабхупады, пришел и сказал Прабхупаде, Прабу, эти люди, диван и его семья, у них тоже есть большое почтение Крада Кунде. И Прабхупад отвечал ему, их преданность Радхарани другая не такая, как у нас. Они имеют почтение и преданность Радхарани. Потому что, прежде всего, на первом месте для них стоит прямая преданность Кришне. И поскольку Кришна любит Радхарани, они также питают некоторую преданность Ей. Но наш случай другое. Нас интересует в первую очередь Радхарани. И поскольку Радхарани любит Кришну, мы тоже хотим Кришну. И тогда мне стало ясно. Когда бы мы не думали приблизительно, что мы знаем Истину, мы не можем понять полное целое. Постепенно это понимание придет к нам. Многие вещи мы находим в шастрах. И в процессе реализации это понимание придет к нам. В Бхава Бхакти говорится. Все это опрема Бхакти. Согласно реализации записаны разные ступени. Это непонятно нам сейчас, но это дано. И постепенно мы можем понять это. Таким образом. Начинающий, который только пришел, не может понять все сразу. Систематическое знание. Знание, воспринятое должным образом. В противном случае, в нашей группе есть многие. Они слышали советы, слова Пракхупада, но поняли лишь частично. Один Аранья Махарадж сказал. Он был старшим преданного миссии. Он сказал. Я забыл его слова, но... Он сказал, что Пракхупада сказал то-то и то-то. Некое замечание, высказанное в определенном контексте, он хотел применить его в универсальном смысле. Но я возразил это, сказав Махарадж. Пракхупад говорил это, это факт, но это еще не все. Он говорил также и другие вещи. Поэтому мы должны привести в гармонию. Мы не можем пренебречь остальными наставлениями, данными Пракхупада. Поэтому необходимо систематическое понимание его слов. Только частичный аспект. Только частичный аспект. Какой-то момент может быть подчеркнут в определенном контексте. Но есть также другое. Другие высказывания. Поэтому систематическое знание целого должно быть в нас. В развитии, в жизни прогресса, то, что для одного является отправной точкой, с которой он делает шаг вперед, для другого – это то, к чему он стремится. То, что для Каништа Адикари является объектом его стремления, для Мадьяма Адикари вредного – это отправной момент, с которого он идет дальше. Под руководством гуру, под началом гуру находятся различные категории шиши учеников. Один может понять что-то, другой что-то больше, третий еще больше. Таким образом. Такова градация. В то же время старший ученик может отступить назад, а младший вывинулся вперед. Это также возможно. Мы видели это. И вы также видите это сейчас. Старшие могут отступить назад, а новички могут пойти вперед. И вы свидетели этого. Нет стереотипных правил. Это нечто живое. Я говорил вам, приводил пример, теорию Дарвина – поживание сильнейшего, естественный отбор. Не в дарвинском смысле. Движение назад, регресс и прогресс движения вперед. Мы должны видеть это. Это нечто живое. Это не вопрос некого стереотипа, шаблона. И он не покончил с собой в своих собственных шастрах. То, что я написал – делай это, следуй этому. Но, превзойдя это, ты приди ко мне, как мой высший слуга. Это нечто живое. Это наша цель. Это наша цель. Ноготки живое. Режимед. Режимед. Режимед манги. Это, как, дхарикарвар. Дхарикарвар. Трейдинг, бай, бай лон. И трейд? Трейд? Трейдинг, манги. Трейдинг, манги, паркчейз. Паркчейзинг, манги ноготки. Можно купить что-то на наличные, и что-то взять в кредит, купить в кредит. Он владыка, он самодержец. Поэтому даже в Писаниях он не ограничен. Превосходя Писание, я существую. Эти наставления даны мною. Иногда будет необходимо выказать преданность мне, превосходя мои собственные законы, приступая мои законы. Главное – это вера, умереть ради дела, умереть, чтобы жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова